Витаю, друзья! Вы на Фабрице Новыйдмана, звать Евгения Кутнова, и вместе в разуме сегодня британский журналист, письменник, главный редактор российской службы BBC Андрей Остальский. Андрей Всеволодович, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Взаимно. Я вас тоже рад приветствовать, Евгения. Андрей Всеволодович, в Киев с неофициальным визитом прибыл госсекретарь Энтони Блинкен, и всё это происходит на фоне наступления на Харьковщину, а также возможных новых вызовов из других направлений, в частности, речь идёт о Сумской области. Как вы считаете, насколько это сильный сигнал, и можно ли это считать сильным сигналом и мировой общественности, и, в частности, и Кремлю? Ну, это важно, чтобы такой высокопоставленный деятель лично появился в трудный момент в Киеве, поддержал бы морально, подчеркнул бы снова, как будут расходоваться американские средства для того, чтобы помочь Украине в самых важных моментах, острых. Ну, вот пишут некоторые издания, что он будет обсуждать, и как вот технически это будет происходить, на какие конкретно там виды вооружений, всё будет расходоваться. Но это, скорее, дело военных. В целом, я думаю, что нужно считать это сигналом, прежде всего политическим и моральным сигналом. Наверное, для украинцев просто важно, даже для простых украинцев, услышать, что вот госсекретарь США прибыл в такой трудный момент, и ещё раз подчеркивает, что Соединённые Штаты готовы максимальную поддержку Украине оказать и не допустить победы агрессора. Ну, вот я думаю, что моральная составляющая, морально-политическая, здесь самое важное. К тем временем, в частности, CNN сообщает о том, что ситуация для Киева не просто плохая, она продолжает становиться всё хуже с каждым днём. Российские войска успешно продвигаются на харьковском направлении, резкие заявления европейских министров и даже визиты высокопоставленных чиновников в администрации Байдена не могут преодолеть усталость. Это становится войной, которую мир желает прекратить. Вот вы согласны с этим мнением или нет? Ну, прекратить войну мы всех всегда хотели и хотим. Весь вопрос, конечно, как. Москва тоже говорит, что мы хотим прекратить войну, когда Украина капитулирует. Но нет, надо Украину защитить и спасти. Это в интересах всего западного мира. Все западные лидеры нормально это понимают и не устают подчёркивать, что это не просто вот такая помощь добрососедская попавшему в беду соседу. Нет, это помощь самим себе. Вот нельзя допустить разгрома Украины. Но то, что происходит, конечно, всех очень тревожит. Я надеюсь, что там генералы сидят западные и изучают всю доступную информацию и пытаются понять, что можно сделать, что можно украинцам посоветовать, какую можно ещё помощь в первоочередную или внеочередную оказать для того, чтобы купировать эту ситуацию и как-то вот не допустить серьёзного продвижения российских войск в клубе украинской территории. Ну, конечно, тревожно. Конечно, страшно там даже, если хотите. Но, надеюсь, по-прежнему не теряю надежды, что есть решения, которые помогут облегчить эту ситуацию. Андрей Силович, а то, что мы наблюдаем сейчас на поле боя, я понимаю, что вы не военный эксперт, но всё же ваша вот такая вот оценка. Как вы считаете, продвижение российских войск, оно, собственно, почему стало возможным, как вы считаете? И в связи вот с этим, скажем так, ухудшением ситуации на поле боя, поставки вооружений, сроки будут как-то, ну, имеется в виду, ускорены? Ну, дано указание администрации Байдена максимально их ускорить. Но дальше есть какие-то физические пределы, возможности. Вот что-то возможно, что-то невозможно. Ну, вот будут искать, наверное, как ускорить ещё больше. Вот тоже над этим думают и военные, и администраторы, которым поручено решение этих проблем. Политики их теребят, требуют что-то предпринять. Надеюсь, что тоже вот какие-то решения будут найдены. Я, конечно, понятия не имею, какие, потому что это и секретная информация, и мне вовсе недоступна, и я действительно совсем не военный эксперт. Но просто логически предполагаю, что что-то такое может быть сделано. Но первый ваш был вопрос тоже, почему. И опять мне трудно, как невоенному эксперту, на это отвечать. Но если вот верны те сообщения, которые я видел, что недостаточно была подготовлена первая линия обороны, что там не было заминировано даже всё толком, то это меня удивляет, почему было такое пренебрежение вот этим участкам фронта. А расцветка российская наверняка это проведала, и вот они этим воспользовались, что несколько неожиданно, честно говоря. Но, с другой стороны, сильно критиковать и ругать Украину невозможно, потому что колоссальное перенапряжение сил. Понятно, сколько времени это продолжается, с каким гигантским, огромным, супермощным соседом приходится воевать. И так уже чудеса продемонстрировала Украина и стойкость, и мужество, и чего угодно ещё. Удивило весь мир в этом смысле. Но есть пределы физическим возможностям людей, совершаются ошибки неизбежные. Трудно себе представить, что кто-то мог бы быть абсолютно безошибочным в такой ситуации. История войн показывает, что этого не бывает, что все ошибки совершают и западные военные политики, и восточные, и какие угодно ещё. Поэтому, видимо, здесь эти ошибки были совершены. И вот приходится за это расплачиваться и Украине, и всему миру тоже. А фактор того, что так долго принималась вот эта вот помощь американская, мы же видим, что из-за этого, собственно, как фактор произошло в Авдеевке ситуация. Мы потеряли Авдеевку. Да, и это, конечно, сыграло свою роль. И это было ужасно совершенно. Вот республиканская партия блокировала фактически это решение очень долго. Потом вдруг осенило Мика Джонсона, спикера палаты представителей, сходить в церковь баптистскую, и помолиться, и получить от Бога послание, что вроде как надо всё-таки Украину спасать. Но почему нельзя было сделать этого раньше? Ну, это на самом деле из области тонких закулисных политических интриг и взаимоотношений одного крыла республиканской партии с другим. Но, в принципе, это возмутительно и ужасно. То, что вот из-за политиканства, из-за политиканских причин может вот такое происходить. Есть сообщение о том, что правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ, а о прямом участии в боевых действиях речи не идёт. Но они также готовы отправиться в составе более широкой миссии НАТО. Но снова-таки, в связи с новыми вызовами и угрозами в информационном поле в Украине обсуждается возможность отправки западных войск, вообще наличие. Ну да, с вашей точки зрения, насколько это вероятный сценарий? И в каком случае он может возникнуть? И готов ли, в принципе, к этому западу? Как вы считаете? Ну, готовность относительно. Идут споры очень сильные. Конечно, многие боятся эскалации прямого военного столкновения с Россией, которое может развиваться тогда очень быстро в ситуации и выйти из-под контроля, на самом деле, уже свою собственную динамику приобретают. Такие есть, по крайней мере, игры как бы сыграны, уже разыграны военными западными. Они представляют, что, ну, очень трудно будет остановить эскалацию, если до этого дойдет. И, конечно, понятно, что если дело дойдет до мировой ядерной войны, то это не решение ни для кого, ни для Украины, ни для Запада, ни для России. Это просто безумие, позорное человечество, будет и больше ничего. Понятно, что первыми запад ядерных ударов никаких наносить не будет. Мало того, разработан план, как вы, наверное, знаете, что если тактическое ядерное оружие будет применено России, то тогда натовские войска, видимо, вступят в боевые действия, но без применения ядерного оружия. Ну вот, я, опять же, совершенно не военный эксперт, очень далек, и в армии не служил ни одной минуты. Но просто опять по логике, мне кажется, что это неверное представление. Если уже ядерное оружие один раз будет задействовано, то очень трудно будет остановить эскалацию его дальнейшего применения во всё более широких масштабах. Это страшная штука. Поэтому, надеюсь, что до этого просто не дойдёт. Но, с другой стороны, что обсуждается всерьёз, что если уже суверенитет Украины, то есть полное уничтожение государственной независимости, станет в повестку дня, станет как бы реальной угрозой, то тогда этого нельзя допустить любой ценой. И надо вводить тогда НАТОвские войска в Украину. Какую они там роль могут играть, насколько активно и на передовой, и не на передовой. Но надо вводить тоже. Тут есть разные проекты, разные решения. Но окончательно, по-моему, ничего не решено. Что меня тоже, например, тревожит. То есть надо обязательно проработать план А, план Б, план В, как в принципе теория политическая и теория государственного управления предполагает. Но нельзя полагаться на то, что в самый последний момент будем реагировать и что-то такое судорожно решать. Это всегда получается плохо, неудачно. Всё это должно быть распланировано. Но не хочется в это верить, не хочется вот это планировать, понимаете, потому что страшно. Но тут этот страх надо преодолеть и просто теоретически всё это разработать, чтобы это лежало на столе, готовое во всех деталях, и просто знать, что делать при любом развитии ситуации. Ну, вот есть же и разногласия ещё между, скажем, лидерами ЕС, есть ещё Венгрия, Словакия теперь ещё, которые мешают это делать просто практически. Они совсем не хотят никакого подобного рода планирования. Ну и вот не знаю, Евгения, сложный очень момент. Надеюсь, что как-то вот возьмут себя в руки западные лидеры, добьются консенсуса всё-таки и что-то такое будет решено. Лавру, в частности, также заявлял о том, что ну, пускай, мол, мы готовы воевать и с западными войсками. Вот в принципе, как вы считаете, в принципе, Кремль, Российская Федерация вот такого сценария, они опасаются? И что тогда это будет означать для армии Российской Федерации? Ну, они этого опасаются, но с другой стороны, они уже много лет психологически готовят российскую армию к тому, что Запад враг и с ним рано или постно придётся воевать. К сожалению, это так. И готовность какая-то достигнута там в этом смысле. Это абсолютно безумная, конечно, стратегия. она как бы предполагалась на всякий случай, то есть не то, чтобы прямо вот Путин думал, ну, на самом деле, вот буду воевать против НАТО и всех там одержу победу над всем НАТО. Вряд ли. Но он считал, что полезно психологически армию готовить вот в этом направлении. А это была, конечно, очень опасная игра. Очень. И теперь вот мы отчасти видим её результаты. Того, что вот есть такой военный психоз просто фактически и в армии, и в части общества, и в части политической элиты. Неврастеническая просто реакция, вот то, о чём, собственно, Лавров и говорил, показал этим, что реакция элиты неврастенический характер носит. Вот не думая о последствиях. Вот будем воевать и всё. Вот будем всё уничтожать. Вот нас будут уничтожать. Мы будем уничтожать. Да, будем воевать. Мы ничего не боимся. Отчасти это блеф, чтобы испугать западного обывателя. Но, к сожалению, вот мне известно, что пытаются привыкнуть к этой мысли, приучить к этой мысли людей в России, что да, вот возможно дойдёт до этого, до тотальной войны совершенно с Западом. И вообще уже она идёт. Вот это же очень модная мысль. Идёт война уже с НАТО. Так что вопрос там стадий и количественных изменений. А блеф ли, собственно, когда оно снова-таки в Кремле говорят о том, что когда речь идёт об использовании в частности западного оружия по территории именно Российской Федерации, в частности, выполнено заявление Кэмерона, да, и угрозы были какие со стороны Кремля, что сразу же будут ответные удары, и ответные удары будут по Лондону. То есть это блеф, и как на это реагирует и воспринимает эту информацию в Великобритании? Ну, в Великобритании воспринимают это именно как блеф, однозначно. И правые, и левые, и центристы, и Guardian, и Telegraph, и Times, вот прочитайте, где угодно, как они освещают подобного рода угрозы. Понятно, что их всерьез никто не воспринимает. Воспринимали когда-то, может быть, на начальной стадии, но из-за того, что столько раз уже все это произносилось, и произошла инфляция. Особенно вот устами Дмитрия Медведева это все выглядит уже пародийно, просто по-клоунски. Ну, и не пугаются ни люди, ни простой народ, ни военные, ни политики, ни руководители государства. Может быть, даже слишком не пугаются. Вот я, собственно, отчасти эту мысль проводил. То, что блеф-то блеф, конечно, вот на этом этапе блеф. Но то, что там идет какая-то морально-психологическая самоподготовка, накручивание самих себя, что вот мы такие отчаянные, мы такие особые русские, что вот если что будем вообще воевать на уничтожение мира, это тоже есть. И не дай бог, это когда-нибудь может стать какой-то реальностью. Но не сейчас. Вот сейчас пока все это сознательная попытка запугать. Вот мы будем наносить удары по Лондону. Ахаха. Так прямо испугались. Нет, пока никто не испугался. Андрей Всеволодович, попрошу вас растрактовать еще одно сообщение и статью, в частности, в The Times. Они сообщают неизвестные до сих пор подробности встречи Кэмерона и Трампа, которая состоялась в апреле. Якобы глава МИД Британии рассказал Трампу, что новая помощь поможет Украине удержать линию фронта и предоставить тому наилучшие возможные условия для заключения соглашения между сторонами. Цитату, если позволите. Какие лучшие условия, при которых вы, как президент, сможете заключить соглашение в январе, это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену. Это как бы цитата из The Times. Эти комментарии мы знаем о том, что они сильно расходятся с официальной позиции Британии. И Риша Сунак неоднократно заявлял о том, что Российская Федерация должна понести поражение. Так что же тогда, по вашему мнению, стоит за этой публикацией? Почему именно сейчас вот она появляется? И мог ли быть такого рода разговор между Кэмероном и Трампом? Ну, наверняка, мы знать не можем. Хотя тот факт, что Кэмерон вроде бы ничего не опроверг и Трамп тоже. Надо думать, что какая-то доля истины по крайней мере есть. Но вот фраза, приведённая, может быть, вырвана из контекста и поэтому не совсем понятно. Но я изучал подробно этот вопрос. Не только Times, хотя Sandy Times последняя подробнее всех об этом писала, но и другие источники это вроде бы подтверждают. В общем, речь идёт о том, что Кэмерон решил использовать опыт, уж не знаю, советовался ли он напрямую или просто ему об этом рассказывали, бывшего японского премьера. министра Башинзу, который учил западных лидеров и учит сейчас, как с Трампом обращаться. Что надо всегда использовать его чрезвычайное эго для того, чтобы его убедить что-то сделать. Перед Кэмероном в частности стояла задача добиться того, чтобы пакет помощи в Украине был принят. Для этого надо было, чтобы Трамп, ну если не полностью одобрил бы его, по крайней мере, перестал бы возражать, послал бы какой-то сигнал своим однопартийцам, что, в общем, он не будет это рассматривать как акт, направленный против него, враждебный ему акт, как многие считали, то-то-го. Ну и вот, и, как я понимаю, Кэмерон решил схитрить, использовать этот японский опыт и польстить Трампу, объяснить ему, он сказал, вот если не будет этот пакет принят, может дойти до того, что к моменту вашего вступления в Белый дом в январе уже русские войска будут маршировать в Киеве. И тогда вы что сможете сделать? Это тогда будет ваша ответственность, и вы будете виноваты в том, что это случилось. И самое главное, господин президент, ведь Китай же сделает из этого выводы, после этого он наверняка нападет на Тайвань, и вы уже сделать ничего не сможете. Вы окажетесь в тяжелейшей ситуации. То ли дело, если границы будут удержаны, если фронт не будет прорван, вот тут вы сможете проявить себя как миротворец и получить все лавры такого вот человека, единственного уникального, который добился мира, когда никто больше другой сделать этого не мог. И вот когда так поставил вопрос, то Трамп по этим сообщениям сказал, да, а мне такое не приходило в голову, мне никто до сих пор вот так это не объяснял, действительно может быть. И не исключено, что эта хитрость Дэвида Кэмерона, собственно говоря, и привела к тому, что пакет был принят. Потому что после этого написал в соцсетях Трамп, что, в общем-то, Украину надо все-таки поддержать. И его сторонники внутри партии сразу сказали, ага, значит, в общем-то, можно принимать этот пакет. Так что, может быть, было и так. Это, конечно, версия, но она основана на достаточно большом количестве источников, хорошо информированных, и на логике. Андрей Всеволодович, вот Вы упомянули Китай, ожидается такое серьезное, важное событие, это саммит мира глобальный, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. И один из ключевых вопросов это вот как раз будет ли участвовать Китай. Как Вы считаете, будет ли СИИ, или, возможно, просто пришлют своего представителя, и тогда какую позицию будет, в принципе, занимать Китай на этом саммите? Ну, это такой невозможный, Евгений, вопрос. Я сам им задаюсь, и ответа, в общем-то, ясного не вижу. И невозможно, наверное, его видеть. Знаете почему? Потому что Китай еще не решил. СИИ, видимо, думает. Там взвешивает за и против, разные его советники там предлагают разные варианты. Поэтому мы лучше самого СИИ не угадаем, что он будет делать. Но, конечно, участие Китая, оно носит, это очень важно. Вот без Китая это все становится, в общем-то, занятием, ну, не совсем бессмысленным, нет, конечно, но значение его резко падает. Практическое значение. Но есть и оборотная сторона дела. С другой стороны, если Китай приедет, во-первых, СИИ не приедет. Это вот мое интуитивное ощущение. Просто он себя ощущает императором, императоры вот не приезжают на такие мероприятия. Но кого-то он может прислать достаточно высокопоставленного, допустим, но какую роль тогда Китай будет играть? Я сомневаюсь, что он вдруг переменит позицию и скажет, все, я понял вообще, что надо остановить агрессора, надо восстановить границы 1991 года, хотя формально, ведь, кстати, китайская позиция сводится к поддержке статус-кво анте, то есть положению, существовавшему до 1991 года. Но именно формально, а на практике ведь идет решающая совершенно происходит помощь Китая, России, хоть и ограниченная в чем-то, старается, чтобы это не носило такого вопиющего характера, чтобы Запад мог на это указывать и говорить, вот пособник фактически соучастник войны. Но на самом деле эта помощь есть, и это касается экономики прежде всего, пусть это там и не носит военного характера, этого китайцы избегают, и вроде бы товары двойного назначения если и поставляют, то как бы по ошибке потом вроде прекращают. Но ведь роль Китая не в этом, тут военное это всякое снаряжение, Северная Корея вон готова поставлять, шахеды там, Иран, имеются другие акторы, которые этим заняты. А вот Китай, он обеспечивает то, что российская экономика остается на плаву, и это по-своему гораздо важнее для Путина. Ну и морально-политически, тоже вот эта двусмысленность, с одной стороны, да, мир, там не надо войны, границы вроде не надо менять, а с другой стороны проявляется особое понимание российской позиции, постоянные попытки внести раскол в отношения США и Западной Европы, нейтрализовать фактически НАТО. Все время, конечно, все помнят о Тайване, что как для него, насколько вот развитие событий в войне в Украине позволит ему решить в кавычках тайваньскую проблему раз и навсегда. Ну и в общем, если с таким посланием китайская делегация приедет в Швейцарию, то она не сможет сыграть там особенно конструктивную роль. Я боюсь, что наоборот, что все попытки добиться консенсуса какого-то почти всемирного Китая могут быть сорваны. Поэтому с одной стороны надо, чтобы Китай приехал, но тогда надо ставить какие-то очень реалистические задачи и не надеяться на то, что вдруг план Зеленского совершенно справедливый с точки зрения и морали, и международного права будет сразу всеми принят однозначно. И какой-то ультиматум России будет предъявлен. С участием Китая уж точно не будет. А без участия Китая такой ультиматум не будет иметь достаточно силы. Поэтому Китай остается в центре, центральной загадкой всей этой истории. И, к сожалению, я не вижу совершенно хорошего решения этой загадки. И известно, что 16-18 мая как раз к Си Цзиньпиню поедет Путин. Вот в частности и этот вопрос будут ли обсуждать? Ну, я не знаю, но если даже прямо не будут, то косвенно непременно. То есть как-то Путин захочет еще раз заверения от Си в том, что Китай остается стратегическим союзником России. И он, видимо, их получит. И это пусть там Си произнесет какие-то опять миролюбивые фразы. На самом деле то, что Китай делает, гораздо важнее этих слов. Продолжается задержание доверенных лиц Шойгу. Известно о том, что сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ задержали начальника главного управления кадром Минобороны Российской Федерации и бывшего руководителя службы защиты ГОСТА и генштаба генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова. Это уже второй громкий рез. Известно о том, что до этого был задержан заместитель Шойгу Тимур Иванов, а теперь мы видим, что и Путин снял также и Шойгу. Андрей Всеволодович, как это все понимать с Вашей точки зрения? Якобы Шойгу идет в совбез, вроде как на повышение с одной стороны, можно сказать, а тем временем мы видим, что продолжается задержание его людей. Ну, во-первых, повышение формальное, на самом деле, как верно отмечают политологи, хорошо информированные, роль совбеза зависит от личных отношений секретаря совбеза с президентом Путиным. Вот у Патрушева было на него особое влияние, особое, чрезвычайное, поэтому и совбез был важным органом и должность это. А сам по себе институт нет, он может играть самую такую техническую, административную, секретарскую действительно роль. Вот этим, боюсь, Шойгу там теперь и будет заниматься, потому что у него нет таких отношений, несмотря на все эти поездки в тайгу и так далее, где они, конечно, планировали войну и этим там, собственно, Путин хотел с ним, видимо, там это все обсудить с глазу на глаз, когда принимал окончательное решение. Но это не значит, что Шойгу когда-либо входил в круг особенно доверенных людей. Нет, он не входил и не будет никогда входить. И вот я повторяю, что это формальное повышение на самом деле выведения Шойгу из круга людей имеющих значение для определения российской политики, в том числе военной. Ну, кроме того, теперь вот смещается все, конечно, в сторону Генштаба, непосредственно руководства войной, потому что Белоусов, конечно, не будет заниматься разработкой военных операций или даже их утверждением. Не будет. Он завхоз. Он супер завхоз, конечно, не хочу умолять этой роли, но все-таки завхоз. Вот этим гигантским он будет заведовать экономическим хозяйством, будет пытаться навести там порядок. Думаю, что попытки эти обречены, потому что слишком далеко дело зашло и слишком громоздкая машина. Ее там перестраивать нужны годы, а в условиях войны это тем более сложно, если не сказать невозможно, но будет пытаться что-то делать. Будет также пытаться чистить вот эти Авгиевы конюшни, но они уже настолько Авгиевы, что тоже их расчистить. До конца от коррупции, наверное, невозможно. Но напугают людей, тут, наверное, цель в этом. Вот несколько таких арестов крупных деятелей, ключевых, имевших выход не только, кстати, на Шойгу, но и на высокопоставленных сотрудников аппарата президента Российской Федерации. Тут тоже об этом не надо забывать, что дело не только в Шойгу. Если бы они все были чисто людьми Шойгу, то, наверное, его бы совсем убрали, а не придумывали бы ему почетные ссылки в Совет Безопасности. Но там все сложнее, запутаннее, и надо напугать. Вот такие вот аресты ключевых людей, они, как надеются, испугают всех остальных коррупционеров, и те, по крайней мере, с оглядкой будут отныне действовать. Не так нагло, не так в открытую. Масштабы, может быть, будут чуть поменьше. Но коренного, конечно, решения проблемы добиться в создавшихся условиях и в созданной Путиным государственной системе абсолютно невозможно. Но попытка есть попытка. Скажите, пожалуйста, а назначение Белоусова, в принципе, потому что СМИ его называют как бы сильным в экономике, да, и наш глава СНБО Литвиненко также говорит о том, что он опытный правленец, и говорит о том, что тот может обеспечить долгосрочную войну на истощение. То есть как раз ставка Путина тогда этим назначением это и показывает, что Путин надеется и готовится именно к длительной войне. Ну, в том числе, потому что, да, раз надо навести порядок, такой вот суперсовхоз. Экономист, он формально, да, писал там достаточно сложным экономическим языком какие-то работы, но он дирижист, этатист, то есть вот сторонник почти социализма, ну вот почти, то есть огромного государственного вмешательства во всё. ну и для российской экономики его уход, кстати говоря, это хорошо, в том смысле, что будет меньше этого, может быть, этатистского давления. Более прагматичные люди смогут спокойно вздохнуть без давления Белоусова. А вот эта его вся энергия будет теперь направлена на то, чем он, собственно, и может и должен заниматься, то есть вот сугубо государственническими мерами, сугубо управленческими мерами решать практические хозяйственные экономические задачи. Почему я его и назвал суперзавхозом, этого гигантского хозяйства оборонной военной машины. Ну и деньги сумасшедшие, теперь же 7% ВВП, вообще немыслимо, то есть перевод страны на, конечно, рельсы военной экономики, экономика войны. И это надолго, конечно, при таких-то ассигнованиях. Ну и да, нужен управленец сильный, он, наверное, сильный, хотя не знаю, потому что, опять же, понимаете, одно дело, теоретические все эти построения в его статьях, а другое дело, как можно быть эффективным или неэффективным на практике. Какой-нибудь там Лужков или даже Собянин, которые довольно ловко всё-таки, надо признать, справляются с ведением хозяйства в Москве, они способны писать высокоумные теоретические труды? Нет. Значит, этого не требуется для того, чтобы быть сильным управленцем. То есть, это, я к чему веду, две немножко разные профессии, теоретик, госуправление и администратор. Ну, Путин, наверное, исходит из того, что он сильный администратор, но он, в общем-то, этого не проявил. Он, ну, как-то вот просто и возможности у него не было, может, талант у него к тому есть, никто не знает, но надеяться на то, что вот автоматически он замечательно со всем этим справится, тоже нельзя, кстати. Если позволите, еще попрошу вас одну новость прокомментировать в завершении нашей беседы. Однозначение Валерия Заужинова, послово Великобританию. Бывший посол Вадим Пристайко говорит о том, что он прогнозирует, что когда уже Валерий Федорович поедет как посол в Великобританию, то тогда Великобритания окажет больше помощи в Украине. Ну, что можно рассчитывать, как вы считаете? Ну, мне кажется, Великобритания делает довольно много, будет делать, наверное, еще больше, вне зависимости от того, кто будет послом. Другое дело, что Залужный известен в Великобритании, уважаем, поэтому хороший посол, хороший человек. Посол должен, по крайней мере, не мешать, быть таким, знаете, проводником, через которого ничто не застревает, а наоборот льется струя вот этих взаимных контактов. Все это происходит гладко, ясно, четко, быстро. Ну, вот вопрос тоже, заложенного нет дипломатического опыта и административно-дипломатического опыта, но надеюсь, что там есть коллеги в посольстве, которые ему в этом помогут. А как фигура, которая будет легко с удовольствием приниматься на любом уровне, с кем будут с удовольствием заведомо готовы общаться британские руководители, конечно, прекрасно. Это все будет, имеет возможность работать замечательно. Андрей Всеволодович, спасибо вам большое за все ваши ответы, будем следить за тем, как будут развиваться события, конечно же, будем анализировать и благодарю вас за то, что вы всегда находите и уделяете внимание нашим зрителям. Друзья, я также хочу подякувать за увагу и вам, я нагадую, подписывайтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свои комментарии, залишайте свои запытания и мы обовязково будем ставить их нашим шановым спикерам. Еще раз всем дякую за увагу и встречаемся в следующих эфирах. Еще раз дякую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok